Павел Николаевич, всеми любимая Елена Ивановна Доплинкова очень часто становится теперь героиней новостей, причем новостей таких порочащих. Как вы это оцениваете, вот эти все обвинения, с чем они связаны, ну и что нужно делать, чтобы защитить все-таки честное имя Елены Ивановны? — Ну, прежде всего, то, что мы делаем, когда мы ее видим в совхозе, она живет в совхозе, все время подходим, начинаем интересоваться, как у нее дела, говорим слова благодарности, потому что, знаете, все познается в сравнении. И когда мы с ней работали, когда она работала главой, вы никогда же не видели за ней идущих фотографов или видеокамеры, которые ее снимают, она просто делала свою работу, причем делала очень хорошо, и мы это все знаем. — Именно это, кстати, и послужило причиной негатива, или преследованием, которой сейчас новая администрация, против нее выдвигают всякие необоснованные обвинения. Причем, понимаешь, к власти пришли люди, которые сами ничего не умеют, не знают, но одновременно пытаются доказать, что председательник у них гораздо хуже, чем они сами. Пока еще ничего не сделал. И мы это видим. И, кстати, сегодня был совет депутатов Ленинского городского округа, меня избрали туда в качестве депутата. Я там рассказывал, потому что сегодня как раз голосовали, я так понимаю, что единогласно проголосовали за принятие отчета исполнения бюджета совхоза имени Ленина. Теперь это полномочия Ленинского городского округа, совета депутатов. Я там объяснял, что на самом деле все эти инсинуации, которые выдвигали против Добренкова, все оказались несостоятельны. Вот несколько примеров. Бюджет сельского поселения совхоза Ленина был исполнен на 142 миллиона рублей. И 100% исполнен в полном объеме. Например, такие поселения рядом, как Развилка 160, как Горки-Ленинские 400 и Молоковская почти 400 тоже. Он говорит, все они тоже были исполнены, но если смотреть, как функционировали органы власти, то выясняешь, что содержание главы в нашем поселении было 4 миллиона 120, а в других регионах, например, в Горках-Ленинских 6,683 было запланировано, а 5,550 исполнено. В Молоково 7,6 миллиона запланировано, а 7,248 исполнено. На Развилке 6,450 запланировано, 5,948 почти 6 миллионов исполнено. Это означает, что главы тратили на свое содержание денег гораздо больше, чем Добренково. А обвинения послепились только в сторону Добренково. Еще один пример, о котором, кстати, потом, я надеюсь, мы еще более конкретно поговорим, более предметно, это содержание культуры и спорта. Потому что сельские поселения, прежде всего, после того, как они больше полномочий забрали, либо в район, либо в область, стали исполнять только несколько полномочий. Самое главное — это культура и спорт. Так вот, на культуру и спорт в сельском поселении совхоза Ленина тратилось почти 100 миллионов рублей, 99 миллионов. А вот на Развилке только 17 миллионов. В очень высоком бюджете Горки-Ленинский тоже не больше 50, то есть практически в два раза меньше, чем в совхозе Ленина. Хотя Горки-Ленинский и Развилковское поселение гораздо больше по объему. То есть фактически деньги на культуру и спорт не тратились, но именно Добренкову вину поставили то, что она содержит культуру и спорт не совсем правильно. Да нет, она все правильно делала. И у нас, в отличие от других поселений, все кружки были бесплатными, секции, а там все делали за деньги. И, кстати, когда эти поселения приезжали к нам, особенно молодежь и дети участвовали в разных турнирах, много турниров проходило, то они все удивлялись, что у нас за турниры денег не берут. А у них любой выезд на турнир или проведение турнира у них стоило больших денег. Поэтому я бы сказал так. Вот эти сегодняшние отчеты, которые утвердил Совет депутатов, четко показывают, что у нас ситуация в поселении была гораздо лучше, комфортнее для проживания граждан, чем в других поселениях. И вот с этим цифры – это вещь упрямая, и против них не попрешь. Я сегодня, кстати, говорил еще и о том, что вот с такими показателями, Адобренкова действительно создала такую систему, в которой можно было хорошо и комфортно проживать, ну, конечно, с нашей помощью. Ее, наоборот, нужно наградить, а не вечно ей ставить палки-колеса. Когда ты смотришь отчет контрольно-счетной палаты, то громкие вот эти воззвания разбиваются, например, вот такие вещи. Вот, например, Адобренковой поставили в вину, ну, не ей конкретно, а центру культуры, что они, видите ли, чистили крышу от снега. И хотя в договоре четко написано, что текущие ремонты и содержание объекта, этот объект был арендован, несет на себе администрация поселения, из-за момента сказали, что это нецелевые расходы. Ну, как же. Оказалось, что они считают, что здание можно арендовать, но крыша вроде как не здание. Или, например, это вообще было смешно, когда контрольно-счетная палата на полном серьезе написала, что поскольку рабочих дней в декабре 20 с половиной, в среднем 20 с половиной, то и отопление должно было быть рассчитано из расчета 20 дней в месяц. То есть они просто потеряли еще 10 дней. И я пытался им объяснить, слушайте, а вот вы из дома выходите с понедельника по пятницу, тогда получается, что вы должны платить только за субботу и воскресенье, а с понедельника по пятницу не платить за тепло. Так же не бывает, есть же счетчики. Если бы вы посмотрели показания счетчиков, то поняли бы, что там никакой нецелевых расходов или превышения затрат нет. И поэтому то, что было поставлено в вину Добренкова, на самом деле это просто инсинуация, которая не более чем попытка опорочить честное имя. Таких примеров очень много. Действительно, в нашем бюджетном законодательстве, в различных нормативных документах очень много противоречий. Можно сделать так, можно сделать так. Но главное другое. Бюджеты, которые в других поселениях показывают, что деятельность Добренковой, а я еще раз напомню, я об этом тоже сегодня говорил, что только одно сельское поселение выполняло все полномочия сами. А другие поселения получали деньги на свое содержание, на содержание глав, аппарата, но все полномочия передавали в район. И еще вместе с этими полномочиями приведены так называемые трансферты. То есть еще и деньги платили за то, чтобы эти полномочия исполнялись там. Поэтому суммы содержания на вот этих вот чиновников были гораздо больше потрачены в этих поселениях, а эффективность была гораздо меньше. Вот это и разозлило, скажем так, Единую Россию, вот этих вот людей, которые там пытаются всячески и возбудить уголовные дела. Но у нас ведь как, если ты делаешь что-то, то ты еще и виноват. А если ты бездельничаешь, сдал все полномочия, а сам просто ходишь, и как это сейчас, просто терпеть ненавижу, когда у нас теперь за новым главой носятся две телекамеры, и еще фотографы бегают. И все это оплачено из бюджета. И он ничего не делает, ничего решить не может, но одновременно пиарится по полной программе, и на это у них деньги находятся. Потому что такого количества журналистов, ну это дорогого стоит, я вам точно говорю. Субтитры сделал DimaTorzok